Всем привет! Сегодня хотела бы рассказать об одном средстве, которое я недавно для себя открыла совершенно случайно. И хотелось бы мне поделиться своей находкой. Конечно, возможно, многие уже про него знают, слышали, пробовали. Но для меня это новинка, и я первый раз попробовала его, и мне хотелось бы поделиться для тех, кто так же, как и я, еще не знаком с ним. Это такая вот ловушка для цвета и грязи при стирке вещей. Это немецкая фирма Dr. Beckman, если я правильно прочитала, называется. Вот такая коробочка, в ней находятся 24 салфетки с микрофиброй. И они необходимы для того, чтобы, когда вы стираете белье, цвета не перемешивались, не окрашивалась одежда. Иногда бывает такое, что в белое белье попадет какой-нибудь красный носок, и, соответственно, все становится розовым. Ну, тоже может быть такой вариант. И так вот эти вот салфеточки, они помогают вот эту краску, принимают они ее на себя, они ее впитывают. И, соответственно, белье никаким образом не окрашивается, оно сохраняет первоначальный вид. И, как сказано, стирка без окрашивания надежно сохраняет цвета. И стирайте цветное вместе с белым. И, кстати говоря, открывается она вот таким образом, но я, как обычно, открыла неправильно. И, в общем, сейчас пока достаю вот отсюда сверху. Сейчас покажу, как выглядят салфеточки. Ну, вот, собственно говоря, это совершенно обыкновенная беленькая такая небольшая салфеточка с рисуночком каким-то, с узором. Но это совершенно, конечно, не важно. И суть их не заключается в следующем. Когда вы ложите машинку стиральное белье, нужно положить одну или две салфеточки в барабан и уже пусть стираться вместе с ними. Сколько ложить салфеток, это в зависимости от количества белья. Если много, соответственно, две. Если мало, то одну. Так вот, я попробовала, проэкспериментировала даже с этими салфетками. Конечно, сначала я стирала просто белье темного цвета, но разных окрасок. У меня ничего не окрасилось, все прекрасно, все цвета прекрасно остались на своих местах. Ничего не полиняла, не перекрасилась. В общем, я осталась довольна. И после этого я решила провести такой мощный эксперимент. Я положила джинсы синего цвета, причем темного синего, ядреного такого, вместе с бельем белого цвета. Там у меня полотенца были, какие-то футболочки. Решила рискнуть, что же будет. Так вот, когда я достала вот эту салфеточку из машинки, она была полностью такого темного, синего, грязного цвета. То есть она поймала на себя именно цвет джинс, который обычно окрашивает все, что можно. А белье было белое. Оно не было белоснежным, оно было немножечко, ну можно сказать, с легким оттенком глубизны. То есть как будто бы вы постирали белое белье в синьки. Я помню, раньше мама у меня так делала постоянно. И вот белье было не белоснежно-белым, а вот именно такой легкий-легкий голубоватый какой-то цвет присутствовал. Ну вот как раз после стирки вот с этими салфеточками и с джинсами, то белье было именно такого легкого, ну белого цвета, но с легкой такой голубинкой. Джинсы же, хочу сказать, они были не такими темными, как они были изначально. То есть они стали, ну вот на один грамм, на одну капельку посветлее. Надо сказать, что мне это не очень понравилось. Больше я так экспериментировать не буду, но в качестве эксперимента, я считаю, он удался. Я, в принципе, увидела результат, что даже если вот такие, такое белье попадет вместе в стиральную машинку, то ничего критичного, страшного не случится. Потому что, конечно, если бы без этих салфеток, то, ну, все полотенца и там футболочки можно было бы выкидывать, потому что были они бы совершенно непонятного цвета. Мало того, что они бы стали синие, так еще и какими-нибудь пятнами. В целом мне понравилось. Конечно, использую я их не каждый раз, а по мере необходимости. Цена у них, не скажу, что сильно бюджетная, но и сильно дорогой их тоже не назовешь, учитывая, что здесь 24 штучки и как минимум хватит на 24 стирки. Поэтому, если вы не пробовали и у вас, ну, бывают такие проблемы, такая необходимость использования таких салфеток, приглядитесь, интересные вещи. Во всяком случае, мне понравилось, я не пожалела, что их приобрела. Ну, вот это все. Мне просто хотелось поделиться с вами вот этой моей находочкой новенькой. А на этом свое видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч.